Ну, значит, схема побудовая. Схема побудовая. Загальная конструкция, да, загальная конструкция. Ну, атака корреляционная, я уже не знаю, мы с вами будет, как она в двух этапах складается. Во-первых, что-то сложное, что-то более простое. В сутности так и поляга, с тажистическими надозрами складного объекта, дискретного, более просто збудовано. Ну, в частности, нелинейное отображение, линейное. Как правило, результатом этого наблизления у нас есть определенная система равнянных элементов с соответствующими правами частин. для випадка, когда поле не есть, что я взял. Такая же самая система равнянных элементов с подборными правами и шестеринами. для випадки. Д, значит, матрица А. Ну, мой размер. М на Н. Матрица. Ну, от пола мы в два степени. Это нелинейноеro. Ну, а на ведомых вектор. Вот, F2 в степени, это степени n. Значит, истерный розвизок. Истерный розвизок, так называемый. Систерный розвизок, так называемый. Систерный ремень, да? Нашим системам. ну а вот, значит, Кси-вектор с карбинатомом Кси-1, Кси-М значит, вектор с выпадковым, с независимым, та однако в розподъявлено на карбинатом, над М2 в средний енер. Тобто от Кси-1, Кси-М, с потворениями у правой частинной системы, они независимы, как это было в их системе, независимы, мают однаковый разподъявлено. Можно разлетать випадок, когда они не обеспоко однаковы, но это принципово, так говорите, это технически сложнее, а в принципе, не я так же. Обмешиваем, чтобы они однаковы разподъявлены. Главное, что сейчас закон распредел, может быть, ну, будь каким практически, видминным вид, 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 вид. Видминный вид, 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 вид. Видминный вид, вид. Тобто шум, да, вот этот шум, что накладывается на результат множения в матрице аного векторга маленький, да, шум не может быть идеальным, как у шифре Вернамо, да, то есть это просто шифр Вернамо, да. Ну, додавание плюс означает, что додавание в поле с два степени аэлементик, да, ведь бывает. По-координатное, то есть символ плюс означает операцию додавания, ну, звичайно, в поле с двух аэлементик, да, но такая же самая операция попростовывается и в поле с два степени аэлементик, якщо, да, узгодить и с операцией умножить. Ну, то есть, все это придумано. Такое, значит, шум додается, да, до Бекстера у цього. Адам тоже теннерологический, да, будь-який, в принципе, будь-який, но он не должен быть иномерным. Ну, то есть, этот набор иномерностей так отличается от набора все координаты, которые являются, и древние два в минус керах. В этом принципу, так бы мы говорим, ну, укладывание, да, задачи, да, розвязание системы ремня над полом с два степеней аэлементик. Ну, то есть, задача розвязания, звичайно, поляга, в том, чтобы установить вектор А, заведомленную материцей А, вектором Б, да, и вот с этим распределем, да, вот это, что с тресла двумя, это необходимые данные, да, такими. Ну, то есть, мы знаем о материнстве коэффициенте системы, мы знаем вектор Б в правой частини, и заголовность почнула с потворения в правой частини, тоже нам известен. У нас задача боляга в том, чтобы певный алгоритм запропонувати виновление до вектора А, вектора А. за цим афтином метаном. Ну, оскільки мы разведемо систему над полом с два степеней аэлементик, и она есть линейной системой, в частности с потворными правыми частинами, но и линейной. А есть такая функция, что изображает линейным чином поле великое, а поле маленькое. Это функция света. Для того, чтобы построить такую систему над полом с два степеней, ну, систему уже над полом с двух аэлементов. А систему над полом с двух аэлементов, ну, как мы говорим, мы уже развязываем в мире, в известном методе. Для чего? Ну, то есть, ну, на первом этапе обработается, значит, объемная система ревнян с потворными правыми частинами над полом с два степеней аэлементов. А на втором этапе значит, можно обработать, вважившись с этой системой, не одну, не одну, а багато систем линейных, но уже над полом с двух аэлементов. Ну, это делается таким чином. Вплощает, выбираем в ЛМНЦ, да, чтобы это было встать линейных, на нулю, на нулю. Чтобы все развязывается, мы все пригодируем. да? И, значит, Значит, для него будуем систему ремня, то есть такую, значит, слит, то есть домножим на цель, да, домножим на цель вот эту вхідную систему, да, и возьмем слит витопок частины. Тут все можно переставить с А, это элемент поля А, матрица, и можно переставлять элемент с матрицей, да, сколько элемент может быть с матрицей по элементу, да. Что мы отривали? Ну, слит В, а слит у нас слиток линейности, да, мы ось таки выявляем. Ну, и, разумело, да, что еще и сробило, да, домножим на цель всю ременность, да, и из-за того числа, отриваю мы такую ременность. А ця ременность, да, ну, вона являет собою, да, являет собою, фактически, систему ремнянью с платформами правыми частями, линейну, да, а саме, причем над полом строку нормальники. вот так написано, да. Попрошу, отбачивай, ну, це теж требаше написать, да, цель, 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 цель. Вот так, давайте, то мається на увазі, то суть застосовується до векторий, мається на увазі по компонентам, да, по координатам. Давайте запишемо ИТ ремняння системы, як це все було. Значит, ИТ ремняння, ИТ ремняння вхідної системи. Маємо ось такий вигляд, да. Тобто перейдемо до окремих ремнян у запасу східної системи, да, перейдемо до окремих ремнян. От до кожного ремняння застосовуємо, до кожного ремняння на цей слід застосовуємо, да, ну, що ми отримуємо? Те, що було зараз записано, тільки, да, по екранному вигляді. Ну, тобто ось так. Домножимо на цей слід. І отримуємо ось, тут бої вже елемент поля, да. Слід застосовується безпосередньо до елементів поля, а ні до вихторів тут. Моя питання? Ми в якості дета обозначили в краєнстві, це вношено на світ, так? Так, дета і це буде світ. Ось цього. Ну, і дивіться, що ми маємо. Ну, по-беслу, ці ета і, такі, це випадкові величини, що приймають значення 0,1, да. Це елементи, да. Так, так, і значення цих роличин є елементи поля ЖВ2. Далі. Вони незалежні. Оскільки вони функціями незалежні по свободності. Вони незалежні. Так, вони незалежні. І, однак, ми розподілені. І, в принципі, можна законорозподілу встановити. Так, знаю, що законорозподілу влідних елементів. Ну, в принципі, можна. Хоча це не так просто, да. Питання про оцінку ефективності атаки такого вигляду, да. Зводиться до аналізу законорозподілу спотворюю от такого вигляду. Так, потім не мені, що це незалежні подковні величини, да, зі значеннями ВВ2. Може так стратись, що тепер на оце вони будуть вже рівномірно розподіленими. Тому, виглядати це можна таким чином, так, щоб законорозподілу цих величин, ну, був, якомога, більш нередномірним. Тобто, ймовірність одиниці була, якомога, далі знаходилася від однієї до другої, бо ймовірність нуля. А що обов'язково, якщо у нас розподіл вектора КСІ був рівномірний, то після такого перетворення... Не, не рівномірний. Ні, якщо був рівномірний, то обов'язково після такого перетворення розподіл теж рівномірний. Так, так, ну, тому що світ, функція буде зрівноважена, так, вона усе рівномерно. Світ, ну, приймає, це лінійна відобра, так, тобто, є половина елементів поля, де світ. Тобто, при такому зрівноваженому перетворенні рівномірний перейде до рівномірного, звичайно, але не рівномірний може теж перейти до рівномірного. І це небажливий випадок для побудування. Ну, далі, дивіться, як з цим бути, відносно чого розв'язувати систему? Значить, а ось, ось як бути. Значить, а і це у нас, так, рядок. Так, рядок. Значить, над полом F, так, 20-ї вініри. Ну, а це А, це СОВПЕШ. Він невідомий нам, нам вихто радий невідомий, це відомий. Але ми можемо, значить, це, ну, координати, координати, значить, це якось позначити, ну, наприклад, значить, ну, нахай буде Х, да, дайте змінь, а Н, так. Введемо, взля координат, спектру чого, над полурожного степень. Ну, степень простаще. Ну, ми будемо шукати в вектор ЦА. Це будемо шукати, а потім, якщо ми знаємо ЦА, то це нам відомий, да, за схему будувати. Це ми самі вибираємо. От я хочу скористатися властивістю функції слід, про яку я казав, чи я пишу, да, слід добутку, да, є скалярним добутком. Координат в елементі, да, у дуальної два. Значить, запишемо, запишемо, значит, у кожу, кожу, кожу элемент, ай-жен-д'2. Ну, выглядели на полную фонтанат и пронували симпельта А можно сменять х, представим У выглядели набору геи-кординат У базы ситуации есть Дуальное, да? Еще и дуальное Раскрой его Кожен х И можно записать в виде вектора довжины R двойкового Это будут координаты Цей измененной х И в базисе В' В результате этот вектор Перетворится на что? На двойковый вектор довжины R Давайте упознать, что надо символом H' Значит, вектор Чувствовала Знаете Значит, в заборах как-то Заборах как-то Заборах как-то Заборах как-то Зменных Заборах как-то Заборах как-то Идея очень простая Идея очень простая Есть рядок Вин над полем 2 Вин умножится на 105 Если рядок на 105 умножится Что требуется? Скалярный добуток Элементов Поля H2 Сума добуток Элементов 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 если вы будете каких угодно, и вы переходите к исследованию такого запутка до скалярного документа. Что мы отримываем? Отримаем одни линейные ревняния относительно координации двигового вектора штрих, но уже на поле с двух элементов. Тут можно, как вы говорите, и не перетворить. Понятно, что нет? Дирекционируется. А сколько у нас? Т.е. это система линейных ревнян, безпоконенными главными частями над словом F2. Число ревнян в системе так же самое, что у входной системы. М число ревняет. А число наведомо будет 1 умножить на М. Число наведомо. А причем у вектор неведомого – это осень, а штрих. Тобто вектор, який складается с набором координат элементов неведомого вектора СА в базе Б штрих. Так, помондуемо такую систему линейных ревнян, за такой функцией. Розвяжемо ее. Розвяжемо ее. Розвяжемо ее. Ведомимо А штрих. Знаючи базис Б штрих, звичайно, відновимо одразу Х1, Х, Н. Т.е. вектор СА. Знаешь, СА та С, и разбираем по самому. Ведомимо А, и развяжемо в единую систему. Жирного философа. Є запитань на стрессовую. Є запитань, я бачу, що є. Треба приклад. Тобто тут нема нічого складного, треба побачити це. Застосований. Метр пристанного поводу. Так, слабо. У цієї задачі, метр пристанного поводу, і вона розвяжена. Давайте, допустим, одне ревняння. Або два. Ось такий. Нехай є. Нехай є. Ну, такий. Одне ревняння. При чому, значить, усі ці АІ, А1, А2, 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 А2. Ну, давайте навіть, чи буде, не буду брати, але, звичайно, що від фекту невідомих іс, то координати теж вимагається поля А2, А2. Це те, що отримується з якогось являння хідної системи, то вже піште множення на С. Тобто, домножила на С, і ось отримували ревняння. Що ми робимо? Слід власне слово. Представимо А у вигляді набору його координат. Ну, я зроблюсь ось так. Тобто, А у нас А1. А1 усе вверху. Значить, в базисі В. Тобто, нехай наш вектор А1, так? Тобто, тужніться, скільки було в вектору, його координат в певному базисі В. А2 так само, так? Для нього є вектор, координат. Для вектор А2. В цьому ж базисі. В цьому ж саме. Так. Далі. Ікси таким самим чином. Розложимо, ну, кожну зміну запишемо, так? У вигляді набору змін. В них є координат. Так. Ікси один. Можна задовжувати. Ну, нехай буде. От так. Тобто, ікси один є елемент поля. М2 степеніння. Але він можеш розглядатися, так? Як? Просто трійковий вектор, тобто, що не є. Але в базисі без стрих. Без стрих. Без стрих. Двольного, двольного, двольного. Без стрих. Ну, ікси два – налогічно мчить. Запишемо. Теж двойного. Теж двойного, так? Без стрих. Ось. Якщо слід застосувати, то у кого шести? При чому ми отримуємо? Слід допутку доівнює скалярному допутку векторівських координат у дуальних базисах. Отже. Після того, як застосувати слід до двох частин. Значить, от слід А1х1 буде просто скалярним допутком усіх векторівських полу з боку ламентів. Тобто, Е, значить, А1, 1, 1, а внушу ТНХ1, 1, плюс АР, А1, r, 2, и 1, р. Аналогично слід А2х2 можна записати, так? Якщо додати все це, то що ми отримуємо? Система булева, где имя кривня, правда же, относительно этих х и шей координат, двойковых, зминных. Ну и все. Розвязываем эту булеву, а фактически отновлено координаты х1 с индексами и х2 с индексами. Тобто отновлено зминные элементы поля. Те же самое делается в общем случае, потому что система довольна, с довольным числом равнянств остается, и довольную культуру с индексами. Тобто функция «Свит» позволяет, «Свит» принимает значение в пользу уголовного менеджа, и есть линейное изображение, а система тоже линейная. А застосование дуальности позволяет перейти или представление элементов поля в 2 сетях мировых, до их представления за допомогу векторов надполога в 2 сетях элементов. На основе всех этих фактов заведемо просто задачу «Розвязание культуровой системы», надполога в порядке 2 сетях, до розвязания буловой системы. Кількість ревнян не изменится, потому что с одного ревнянья такого требуется відповедное единое ревнянья булых, в каком-то статусе. А ускільки зминных изменится, и смело чему? Потому что замість одними изменений, яка есть элементом поля в порядке 2 сетях мировых, используется набор координат, набор координат, так, что представляет эту измену. Элемент поля в порядке 2 сетях мировых, это просто вектор довжения «Р», с координатами 0-1, это базис. Кількість изменений в системе збільшится в разрезах, но это будут пульные изменения. А что будет сфертером с построением в правой части? Это вопрос, которое нужно связывать практически в каждом директору в результате от того, как побудована система ревнянь, выходная, закрыта схема алгоритмов, видимо того, каким чином будет атака на конкретный шифр. Конкретный шифр. Так вот, в принципе, знающи все, можно пройти до того, что это уже в реальной атаке на конкретный шифр. А самая на стол 2-0. А в общем, это стол 2-0 по темной шифре. Да? Тут просто зразумело, да? Я просто, можно, связь с задачей развязания системы полной порядочной ревниной ветвы, да? Ну, то развязание полной системы. что это... ... ... ... Продолжение следует...